12 января в Роспотребнадзоре сообщили, что первый случай заражения субуариантом омикрона кракен был зафиксирован в Пензенской области. В ведомстве также добавили, что 32-летняя женщина не была привита от COVID-19, однако заболевание протекало в легкой форме. Сейчас кракен очень активно распространяется. Например, в Америке в некоторых регионах уже три четверти новых случаев ковида, вызванные именно этим штаммом. Иммунная система стала еще хуже его узнавать. Ну и плюс он еще лучше передается от человека к человеку. На данный момент считается, что это самый заразный из известных штаммов коронавируса. COVID-19 прочно обосновался в жизни людей, чему, конечно, мало кто рад. Граждане стараются соблюдать простые меры предосторожности, держаться на безопасной дистанции от окружающих, носить маску, хорошо проветывать помещения и многое-многое другое. Однако одним из эффективных способов сохранения здоровья от различных респираторных заболеваний является вакцинация. Вакцинация была начата в августе месяце против гриппа сезонного. Против коронавируса мы уже прививаем с конца 2020 года и вакцинация до сих пор продолжается. Идет вакцинация против коронавируса гамм-ковид-вак вакцины. Против гриппа ультрекс квадри. Ну, против гриппа мы уже вакцинацию завершили до Нового года. Напомним, что привиться можно в униклинике Казанского федерального университета по адресу Вишневского, дом 2А. Предварительная запись по телефону 233-30-00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова